Всем привет! Вы опять видите и слышите Лёшу Халецкого. И я вышел с очередного фильма под названием «Игра на понижение». Ну что, это, наверное, первый фильм в моей рубрике «Лёша смотрит», который я могу порекомендовать именно тем людям, которые смотрят мой канал. Потому что он про числа, про экономику, про бизнес. И для людей, которые смотрят фильм и думают, размышляют о том, что в нём происходит. Очень-очень похож чем-то на циву, потому что надо постоянно смотреть на цифры, понимать, что они значат. Но, с другой стороны, это не какой-то, знаете, такой совсем непонятный, что ли, фильм. Создатели постарались сделать так, чтобы эта экономика на пальцах была понятна и не с ведущего. Вот у меня рядом сидит жена, для которой... Ну, я думаю, что тебе не очень там было это всё понятно, но вот в фильме пытаются это всё рассказать. Ну, блин, они постоянно повторяют, объясняют, делают сноски. И это очень такое хорошее пособие для понимания экономики. В данном случае «Граны понижения» — это фильм об крахе кредитов, выдаваемых на жильё в Америке, то есть после которого начался кризис 2008 года. Нам показывают цепочку, которая ведёт к этому, и как, в общем-то, овал рынка жилья. Нам показывают эту цепочку и не только неправильных решений, но и как человеческая жадность. И, ну, там говорят тупость, но, знаете, такой... Там было в фильме, и один из героев говорил, что им просто всё равно. То есть не обязательно это тупость, но и просто безразличие некоторых людей к судьбам. Создают вот такой пузырь, который в итоге лопается. И это даже для теперешних, для нынешнего времени, и не только для США, тема актуальна. Потому что то, что, например, происходит в России с экономикой, можно провести параллели с фильмом «Граны понижения». К тому же замечательные актёрские работы, по-моему. Хотя, казалось бы, как можно сыграть бизнесменов, не похожие, как их можно создать. Однако, по-моему, все актёры, Стив Кэрол, Карл, Кэрол, и Кристиан Бэйл, и даже муж Анджелины Джоли, очень, ну, оригинальные персонажи получились. И смотришь на них, и веришь в их существование. Хотя это, собственно, по реальным событиям. Тем не менее, кстати, ещё интересно, что создатели фильма обращают наше внимание, что, мол, они частенько всё это схематично показывают, специально как бы актёры отвлекаются, и говорят прямо в камеру, ну, конечно, это не так всё было, типа, но для того, чтобы нам было понятнее движение событий, они вот так кое-что упрощают. И это понятно, это приятно, и там кое-где комедия, кое-где, знаете, там, драма. Но в целом нам показывают вот с цифрами на экране, что приводит вот к таким раздутым экономическим пузырям, и как это в итоге всё рушится, из-за чего. И там нет никакого хэппи-энда, уж извините за спойлер, ну, да, вообще, грубо говоря, нет никакого энда, если уж так откровенно говорить. Но зато он позволяет лучше нам понять современный мир, если хотите. И здорово, что этот фильм, можно даже по-хорошему считать в каком-то роде документальным. Да, это всё равно художественный фильм, естественно. И здорово, что вот в такой доступной художественной форме нам пытаются объяснить работу современной экономики. И одна из главных мыслей фильма о том, что люди не любят слышать плохое. Плохие новости, плохие прогнозы, что, собственно, опять же, вот сейчас происходит в наших странах, когда им говорят, что всё... то есть это уже происходило, уже можно сказать, что сейчас рушится постепенная экономика наших стран, но всё равно люди с упорством хотят верить в лучшее. Я, например, тоже верю, что через какое-то время станет лучше, но прежде чем станет лучше, должно быть плохо. И к этому надо подготовиться. Так что посмотрите фильм, посмотрите, как довольно просто можно прийти вот к таким проблемам. Ну и он выдвинут на Оскара. Я считаю, что... не думаю, что он победит, но я бы... Вот для меня это такой фаворит вместе с Безумным Максом. Мне бы хотелось, чтобы этот фильм как-нибудь на награждение Оскаров отметили. Ну, на этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Сходите на фильм «Игра на понижении» и вообще смотрите «Умное кино». Субтитры создавал DimaTorzok